шалом шалом друзья третий урок в школе духовного выживания урок я считаю тоже очень очень важный и сразу скажу еще расскажу я уже это говорил что сами по себе отдельно эти уроки не помогут только в совокупности это будет иметь какой-то смысл и пользу для вас также еще раз хочу сказать что я лично буду счастлив если эти уроки помогут некоторым людям я не строю каких-то планов что здесь какие-то ключи универсальные для абсолютно каждой жизни возможно кому-то они помогут побеждать там где раньше было поражение кому-то они помогут выжить значит уже не зря мы все это снимаем выкладываем делимся значит все это имеет смысл и перед тем как поделиться третьим уроком я хочу рассказать вам одну историю то есть откуда берутся уроки выживания откуда допустим я черпаю эту информацию значит один как такая одна история из моей жизни которая объяснит откуда все это вообще исходит берется много лет в нашей церкви школа христа у нас была молитвенная команда на горных велосипедах называлась она мобор молитвенный отряд быстрого реагирования ну может быть семь или восемь лет он существовал это служение то есть там было ну может 10-12 человек и мы ездили по горам крыма по разным местам в крыму где бог указывал совершали молитвы пороческие действия и так далее но иногда мы выезжали просто покататься по горам потому что крым это такое но регион очень комфортно для горных велосипедистов то есть горы не такие уж большие не такие маленькие человек любой подготовки может принципе осилить большую часть всех гор крымских и был момент когда мы поехали то есть ребята с нашей команды по-моему четыре или пять человек сестра одна даже была и четыре или пять человек просто мирские ребята с велоклуба и вот мы собрались и мы поехали кататься в такие большие горы и с нами был человек который он ориентировался на местности потому что в крымских горах заблудиться очень легко кто вот новичок или не очень знающий и люди могут блуждать бывало и неделями люди ходили но это в теплое время года можно кушать какой-то корм там под корм под ножны какие-то шишки ягоды бабочек может кто-то спать на траве но зимой конечно это гибель если ты потерялся в горах потому что там довольно холодно и хотя крым небольшой но потеряться есть где и вот это был апрель месяц было уже тепло и мы поехали покататься в горы и когда мы заехали уже на но на плата на горную вот эту гряду куда мы планировали то начал идти снег вы слышите у нас тут сегодня человек сосед стучит целый день поэтому если какой-то стук будет не думайте что это какое-то знамение или глаз с неба это человек сосед сегодня долбит стены где-то в одной из квартир мы заехали на плато и пошел снег причем пошел такой конкретный снегопад и в считанные минуты все дорожки все тропинки покрыла таким хорошим слоем снега и мы стояли и не видя ни одной тропинки вся местность изменилась в тот момент не было еще у нас таких телефонов gps с навигаторами это были такие времена когда еще смартфонов не было у людей не было интернета даже у многих дома и мы стоим идет снег мы в таких ну довольно легких одеждах особо никто не брал с собой теплые вещи никто не планировал такого и вот мы начали двигаться так как-то наугад вроде бы туда вроде бы туда и через какое-то время мы поняли что мы заблудились ехать на велосипедах было невозможно из-за снега и мы начали ходить начали искать искать выходы какой-то момент мы обнаружили что ходим кругами начинала вечереть стало темнеть понемножку и вы знаете было страшновато потому что было холодно начало быть холодно и когда мы просто знаете задали такой естественный вопрос у кого-то вообще спички есть костер развести согреться оказалось что ни у кого не было спичек зажигалки никто не готовился к этому более того у всех закончилась вода еда и положение было такое печальное потому что мы понимали что остаться ночью в горах и можно просто ну дубу дать замерзнуть поэтому мы шли шли где-то кругами где-то на какие-то звуки пересекали реку много раз промокли многократно ноги были мокрые начинался такой уже морозец когда начало темнеть и в общем так как бы немножко перелистывая вперед вышли мы на дорогу приблизительно в 11 часов вечера замерзший я не чувствовал уже не руку не рук не ног велосипеды там уже не было и ни тормозов не переключались скорости все замерзло и когда я вернулся домой после этой поездки я на следующий день сел я взял тетрадь я записал сделал такой список приблизительно 20 пунктов того что всегда неважно какое время года неважно куда мы едем должно быть у меня с собой в рюкзаке это список который поможет выжить если вот такая ситуация повторится и с тех пор всегда я ездил я брал с собой все эти необходимые вещи которые могли бы согреть найти связь потому что сразу же мы приобрели скинулись приобрели смартфон с gps чтобы в горах можно было ориентироваться и иными словами вот такой тяжелый урок он дал мудрости как выжить в подобной ситуации потому что то что мы вышли да это было чудо слава богу но если бы мы не вышли мы бы могли просто замерзнуть там не имея ни огня никаких навыков никакой теплой одежды никаких батарей запасных для телефонов после телефоны все сели у нас к тому моменту когда мы вышли от холода от того что мы постоянно пытались ловить связь и звонить вот вот такие вот экстремальные ситуации которые могли привести к твоей гибели помогаю даю тебе навыки выживания и мудрость и вот эти духовные уроки выживания они исходят из такой же практики только духовного плана кто такие выжившие я иногда употребляю этот термин в этих уроках выжившие это победители победители это не те люди которые не проигрывают эти люди как правило терпели много поражений но они не сдались они не оставались лежать после поражений после падения они вставали продолжали бороться и вот вот эти уроки это то что помогало этим выжившим не сдаться а продолжить борьбу несмотря ни на какие пропущенные удары также еще хочу сказать что если человек не был рожден свыше соответственно и выжить он не может потому что он не живой он мертвый и в церквях очень много духовно мертвых людей не рожденных свыше и когда они отступают по сути они не приступали никогда то есть они не стали частью небесного царства и они вернулись просто туда где их природа но рожденный свыше для него вопрос выживания он стоит конечно остро и судя по слову чем дальше будет идти время тем острее этот вопрос будет становиться вопрос духовного выживания и так первый урок это было основание и постоянное пребывание в слове второй это молитва это молитвенная жизнь это молитвенное состояние общение с богом постоянно это культивирование этих двух факторов постоянно и третий урок о чем я хочу сегодня сказать я знаю что из своего опыта из близких мне людей победители выживших вот через эти 20 лет сколько я с господом у них это в жизни есть это этот фактор немаловажны в вопросах духовного выживания это быть в теле быть в общении быть в общине быть связанным с другими верующими то есть церковь это не одиночки церковь это собрание людей екклессия и читая слово мы видим что все таки речь идет о поместных собраниях не о каких-то виртуальных когда человек сидит там в гималаях говорит я член вселенской церкви но член-то ты член только вряд ли церкви да есть ситуации когда но человек остается в таких обстоятельствах но нету рядом никого да я соглашусь бывает очень часто но все-таки что сказал господь в самом начале не хорошо быть человеку одному не хорошо даже если это человек находится в эдемском саду лицом к лицу общается с богом все равно не хорошо и поэтому и шо посылал по двое то есть везде мы видим что бог влечет своих людей в общение и взаимодействие везде где описывается церковь мы видим вам вас мы нас то есть очень редко новый завет обрешает обращается индивидуально везде это обобщенно нас мы мы и первая церковь в которой вот новый завет он рождался и писался это были поместные собрания где-то большие где-то маленькие нам ничего не сказано количестве людей в той или иной церкви слава богу потому что где-то могло быть несколько тысяч где-то несколько человек где-то были домашние церкви об этом все написано тут и есть такое слово первое послание и она первая глава если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха если ходим во свете имеем общение друг с другом что я вижу сегодня я вижу что в начале сильный перекос пошел в сторону того что людей любыми правдами неправдами держали в церкви то есть человек уже чувствовал что ничего не получает религия то есть он находится в мертвом каком-то клубе но его запугивали что нельзя уходить не оставлять собрания своего ты должен быть верен здесь кто-то сидел годами ждал что что-то изменится в итоге затухал 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 если успел выйти слава богу чтоб совсем не затухнуть речь идет что вначале мы мы как церковь вошли в эту обочину люди боялись уйти из церкви люди боялись подойти к пастору и сказать я получил такое в духе что мне надо выйти из церкви пасторы как правило не отпускают никого и это очень болезненно как очень часто с конфликтами затем пришло служение андрея шиповалова transformation center и это служение сыграло огромную роль в освобождении людей от религиозной вот этой привязки к уже к мертвому и массы людей они вышли из церкви очень много людей по уходила именно вот на волне это этого служения андрея шиповалова они получили такую ревность смелость осознание что не надо сидеть там где мертвое там где люди не хотят перемен там где пастора не хотят они хотят только контролировать но они не хотят святого духа и очень много людей вышло и когда люди вышли они оказались в такой ситуации что они уже не там но еще не там и много появилось одиночек одиноких групп то есть людей без адреса на эти без гражданства духовного без каких-то связей то есть старые связи разорвались новых нет и общаясь людьми я вижу что для многих это большая проблема после когда ты один это тяжело какой бы ты сильный не был мощный апостол или пророк не хорошо быть одному если одного будут одолевать двое устоят не зря это написано и сейчас я вижу что пошла другая обочина что стали звучать такие вещи да не надо нам эти собрания да не надо эти это все мертвое это все религия все эти поместные церкви все это ерунда не никуда не надо ходить общайся с богом вот вот молись строит у вертикаль тебе не нужны никто это другая обочина то есть одна обочина это держать людей в религии в мертвости любыми страхами неправдами другая это сказать что это все левое это ненужное я с богом не больше никто не нужен это заблуждение потому что слово говорит обратное. И во всем этом нам нужно найти путь, найти, я не говорю золотую середину, нет, найти истину, найти истинный путь, потому что истина находится между двух крайностей, истина находится между двух заблуждений, и по ту, и по другую сторону эти обочины, в которых нету жизни. Поэтому мои друзья, мои люди, которые для меня есть авторитет за эти годы, выжившие победители, которые растут и прогрессируют с годами, они все состоят в этих взаимоскрепляющих связях с телом Христовым, среди них нету никаких одиночек, более того, они не хотят быть одиночками, несмотря на свой статус, положение, то есть есть отношения, есть взаимоскрепляющие связи. Теперь, такой момент, многие начинают подобные вещи, которые я сейчас говорю, воспринимать как призыв возвращаться туда, в старые церкви, из которых их Бог вывел. Нет, нет и нет, я этого не говорю. Вам не надо вернуться в старое свое собрание и вернуться к тому, с чего начали. То есть, если я восстанавливаю то, что разрушил, сам себя делаю преступником. Но одному оставаться тоже нельзя, не вариант. И очень сильное было предупреждение где-то год назад, что одиночки будут падать, одиночки будут ломаться, одиночек враг будет уничтожать. Что же нам делать, вы спросите? Вы знаете, мы, вот вы сейчас смотрите этот урок на этой платформе Ютуба через свой телефон или компьютер, или планшет, или ноутбук, сейчас вариантов масса. И это виртуальная платформа, это виртуальный мир, это виртуальная жизнь. Как ни крути, хотим мы этого ни нет, виртуальный мир стал частью жизни человека. В виртуальном мире люди знакомятся, общаются, многие женятся, появляются вполне себе реальные дети из виртуальных отношений. Зарабатывают кто-то деньги, идет духовное влияние через интернет, вы можете получать духовную пищу. Какие-то вещи, полученные через виртуальный мир, могут в корне поменять жизнь человека, его мышления. Поэтому это огромный такой ресурс, который мы можем использовать для взаимоотношений друг с другом. Поэтому, если вокруг вас голая пустыня, степь, то есть нету вообще на горизонте, знаете, как Илья говорил, всех убили, пороков один я остался. А Господь говорит, слушай, 7 тысяч я себе захоронил, которых ты не знаешь. Поэтому, если вам кажется, что вы один, запомните, так не бывает, вы не один, ты не один. Есть вокруг тебя 7 тысяч, которых ты просто еще не знаешь. Молитесь, чтобы Бог вас свел, соединил. Я считаю, что заменить реальное общение виртуальным невозможно. Виртуальное общение отчасти, да, но полноты там не будет. Поэтому очень важно иметь, пусть это будут домашние встречи, пусть это 2-3 человека. Вы собираетесь на молитву, вы общаетесь, вы принимаете друг друга. Там есть терки, там есть какие-то споры, там есть смирение, есть уроки. Это нельзя ничем заменить. Но, если сейчас так сложилась ситуация, ну, нету никого вообще вот вокруг вас на сотни километров. И нет возможности куда-то ездить в гости хотя бы раз в месяц, в какую-то церковь, если вот она вам по духу. В гости к верующим, просто приехать денек-два пожить, помолиться, пообщаться, погулять, покушать вместе. Это уже не мало. Очень есть огромная сила в общении верующих людей. И если так сложилось, ну, нету никого, тогда остается виртуальный мир. Сегодня выбор в виртуальном мире огромен. Садись и выбирай, кто бы там, где твое вообще. Я не говорю, кто бы льстил твоему слуху. Кто-то так выбирает. Но я верю, что все-таки у нас на ютубе люди более-менее, которые не ищут, кто бы их по голове гладил. Поэтому иногда и в глаз тут можно получить словом. Но сядьте, помолитесь, скажите, Господь, ну, покажи, где мое, где мое движение, в каком движении мне сейчас надо быть. Пусть на время, не на долго, не на всю жизнь. Мы никаким не даем клятв посвящения до гроба. Я все теперь с вами до конца. Вот кто-то кричит, тот первый предает, как правильно. Поэтому мы не даем таких обещаний. Иногда Бог приводит кого-то, вас приводит в какое-то движение на год, на два, на пять. Потом уводит дальше. Вы что-то получили, сказали спасибо большое, благословили друг друга, пошли дальше своими путями. Это нормально. И помолитесь. Господь, где мой, где голос, который мне сейчас надо слушать? Где этот источник, из которого мне сейчас надо пить? Покажи мне, Господь, открой мне. Может, это несколько источников, может, один. Где оно мое? И когда вам Бог покажет, то есть у вас есть свидетельство, есть определенность. Да, вот так, вот, это тот случай. Это мой, вот, это моя пища. Я ем и расту духовно. Я развиваюсь духовно. Я познаю больше Бога, когда беру от, вот с этого места. То тогда просто посвятите себя этому. Серьезно. Посвятите себя этому источнику. Я не имею в виду какие-то, понимаете, там, опять же, клятвы, посвящения. Но в том смысле, что я имею в виду, начните строить отношения. Всегда, знаете, я, допустим, если меня что-то сильно касается, я не стесняюсь взять этот ролик и показать это своим друзьям и сказать, ребята, я хочу, чтобы вы это услышали, я сделаю этот репост у себя, чтобы люди послушали это слово. То есть вы можете посвящать себя в это служение, просто распространяя его. Ну, я не знаю, как это назвать таким языком, ну, понимаете, как промоушен. Делать промоушен этому служению, чтобы слово шло дальше, чтобы оно не, знаете, как мертвое море. В него только втекают реки, но из него ничего не вытекает. Чтобы не быть мертвым морем, чтобы, получая, отдавать куда-то дальше, дальше распространять в другие стороны. Участвуйте финансово в этом служении, что бы кто ни говорил. Это будет, наверное, может даже отдельно, это урок, потому что это очень важная тема. Кто бы что ни говорил, но финансовая составляющая немаловажна для любого служения. Потому что серебро все еще в этом мире отвечает за все эти физические моменты, которые иногда, ну, просто необходимы для служения. Сейте, то есть люди говорят, иногда пишут, мы хотим передать десятину ваше служение, мы питаемся с его. Или мы хотим передать там в Дмитрия Крюковского служение. Есть какие-то, я говорю, вот карточка Дмитрия, вот карточка того там. Вы все сеете, это нормально, это нормально. Наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. Ну, апостолы бы это мучили. Пробуйте общаться. Понятно, что люди занятые все. Есть люди, до которых не дописаться, не достучаться. Ну, я, допустим, ну, больше чуть-чуть открыт. Допустим, до Дмитрия Крюковского сложно что-то. Люди пишут, как с ним связаться. Я говорю, ну, Дмитрий, он не медийный человек, он не сидит в чатах, не общается. Кому-то вы можете, то есть, Деборе вы можете написать, но у нее там 200-300 сообщений. Поймите, что не всегда есть возможность каждому прямо ответить развернуто. И иногда, ну, люди пишут, пишут там в личные сообщения. И бывает, что за день так много приходит, что какие-то сообщения ушли, и я не успел даже отреагировать на них. То есть, я прочел, подумал, надо ответить, и оно ушло вниз и потерялось. Просто, ну, не полените, напишите еще раз, если это так действительно важно. Надо посещать. То есть, если есть возможность приехать, пусть раз в году. Вот есть люди, допустим, ну, вот я назову там с Мурманской области, Медвежьегорская, вот Карелия. Люди там с Самары приезжали. То есть, люди, которые приезжали на служение, мы знаем их лицо к лицу. И я могу сказать, мы уже как друзья. Мы общаемся. И если я вижу, что этот человек мне что-то пишет, я обязательно отвечу. Потому что у нас есть уже живые отношения. Да, с Мурманской области приехать сюда в Крым, ну, можно с таким же успехом в Турцию съездить. И отдохнуть намного класс выше, чем в Крыму отдыхать. И это правда. Ну, в Крыму сервис очень слабый за эти деньги, которые люди хотят. Но люди приезжают сюда, чтобы побыть, побыть в служении, пообщаться. Вот эти переливания. И так завязываются отношения. И так, хотя люди находятся там у себя в своих городах, поселках, без церкви, без каких-то собраний. Но мы связаны. Мы в общении. Этот человек всегда может написать мне, позвонить, мы поговорим, если надо, помолимся. То есть, вот так вот надо строить отношения. И если мы находимся в общении, кровь Иисуса Христа очищает нас. Это иммунитет, который дает нам силу побеждать грех, побеждать атаки дьявола. И потому что, когда вы один, и вас начинают долбить, и вы просто не знаете, а кому обратиться за помощью. Кого мне можно попросить, помолитесь за меня. И если, допустим, мне пишет человек, ну, незнакомый, Вася Пупкин, помолитесь за меня, мне тяжело. А я понятия не имею, кто это, сколько ему лет, откуда. То есть, у нас нету никаких точек соприкосновения с ним. И, конечно же, ну, какая моя молитва будет за него, так, как бы, на деревню дедушки. Но если мне пишет человек, с которым мы в общении, я знаю, что этот человек жертвовал какие-то свои ресурсы в служении, молился за меня. Мы обсуждали вопросы, мы видим, я знаю, кто, представая лицо, кто ко мне говорит, даже с каким выражением лица иногда уже могу представить некоторых. То, естественно, моя молитва совершенно другой характер будет иметь за такого человека. Поэтому не надо жаловаться, не надо говорить, а у меня никого нет вокруг. Стройте отношения. Пусть даже источник, с которым вы пьете, может, в другой стране, за тысячи километров, через, ну, было бы желание. Отношения построить всегда можно с служением. И тогда вы пусть, как бы, ну, не на сто процентов в собрании, как люди, которые, допустим, живут в Симферополе, и мы два раза, три раза в неделю увидимся. Но все равно, вот, какая-то часть благодати, которая на этом служении уже распространяется на вас, и вы под благодатью. Вы под помазанием того собрания, с которым вы, хоть и виртуально, но уже соединены. Поэтому вот такой вот урок, я верю, это моя позиция и мой опыт, я не знаю, может, у кого-то есть другой опыт, что остаться, выжить, остаться в здравости, не уйти в какие-то обочины, ереси, можно только находясь в живом общении. И, более того, как только вы теряете общение, в чем соль? Смотрите, к примеру, мы общаемся, мы дружим, у нас есть взаимоотношения, и вдруг этот человек пропал. Вот вдруг, ну, нету его. Допустим, если это в Симферополе, понятно, мы сразу видим, а где брат, а где сестра? Сразу звонок, что такое, что случилось, что-то произошло. И человек уже не остается закисать в своем поражении. Если это виртуально, тоже, допустим, вижу, на связь не выходит, онлайн его не, начинаю искать, начинаешь как-то тревожиться за человека, который, ну, пропал. То если нету отношений, и вас накрыла какая-то вот такая беда, а никто не кинулся вас искать, а никто даже не в курсе, что вам плохо. И проходят месяцы, человек закисает в поражении, и потом уже его вытянуть очень-очень тяжело. Поверьте, это очень горький опыт, наш опыт. Почему надо быть в теле? Потому что по одному враг вышибает на раз даже самых сильных, даже самых крепких, даже самых таких пробивных. Нужно быть в общении. Особенно, если вы идете на передовой, на острие, на наконечнике копья, нужно иметь общение. Не обязательно быть частью поместной церкви, я допускаю, что такое возможно, но нужно быть в общении. Нету церкви, значит, надо ездить. Найдите свое собрание, найдите свое место, найдите свой источник, с которого Бог вас кормит и поет. И посвятите себя туда, насколько это возможно, пока Господь не скажет, куда-то вам дальше двигаться, или будут еще какие-то от него изменения. По крайней мере, я вижу, что этот фактор помог очень многим выжить, не свернуть какие-то обочины и не остаться в поражении. Ну, на этом все. Я благословляю всех, кто дослушал до конца. Мир вам, мудрости, 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 это сейчас главное оружие в это время, мудрости вам, сходящей свыше. И, конечно, живите в благодати нашего Господа Ишуа Хамашиаха, в любви Бога нашего Отца и в общении Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok